Доброе время суток, мои хорошие! Сегодня мы пройдем маленькую терапию для того, чтобы отпустить обиду за несдержанные обещания. Сегодня у меня у самой произошло такое озарение, и я решила сделать видео для того, чтобы нам вместе отпустить этот блок и больше не притягивать к себе ситуации, где люди не сдерживают обещания по отношению к нам, и где ситуации, которые должны были стопроцентно свершиться, но не свершились. И я поняла, что это потому, что нам в детстве наши родители обещали очень многое, но не сдержали свое обещание, и поэтому у нас идет такая репетиция постоянная, одно и то же, вот-вот-вот, и потом разрушается опять, вот-вот-вот, и все разрушается. Поэтому давайте вместе сейчас простучим эти обиды, отпустим эти блоки для того, чтобы у нас с вами была гораздо более полноценная жизнь. Ну, давайте начнем. Как всегда, с короткой точки мы начинаем повторить за мной либо вслух, а либо про себя. Несмотря на то, что я в себе носила эту обиду мою всю жизнь, я глубоко и всецело себя люблю и принимаю. Несмотря на то, что я так долго в себе носила этот блок, сама того не осознавая, я себя глубоко и всецело принимаю. Несмотря на то, что эта обида очень часто повторялась в других ситуациях, я себя глубоко и всецело принимаю. Обещание. Мои родители обещали мне, когда я вырасту, они мне все унаследуют, все дадут, но этого не произошло. Мои родители обещали, что они не будут больше ругаться, но этого так и не произошло. Мои родители обещали мне много чего, когда я выросла, но когда я выросла, ничего так и не получила. Мои родители, мои друзья, мои родственники, мои братья и сестры, что-то мне обещали, заверяли меня на сто процентов, но так и не сдержали обещания. И так вот я живу, живу с этим комком в горле, сознательно и подсознательно. Ношу эту энергию и воспроизвожу эту энергию, эту реальность снова и снова, может быть даже изо дня в день. Вот такая ситуация, вот такая сидит сознательная или подсознательная обида. Обида. Обида за несдержанные обещания. Обида за несдержанные обещания. Несмотря на то, что я так долго в себе носила эту обиду, сознательно или подсознательно. Сейчас я решаю опустить эту обиду, вытащить из меня, прочувствовать, в какой части тела эта обида. У меня она в солнечном сплетении и в горле. Так что я мысленно или прямо так я вытаскиваю эту обиду и мысленно бросаю ее в огонь по правую сторону. И вижу, как она сжигается, сжигается и превращается в чистую энергию любви и в чистую энергию сдержанных желаний. Все несдержанные желания собираем в кучу. Собираем, собираем, бросаем в огонь, чистим. И вот эту прочищенную энергию вкладываем из того места, из которого мы вытащили. И пускай это приятное ощущение сдержанных всех стопроцентно сдержанных желаний растекает по нашему телу. Растекается. Мы сейчас представляем все ситуации, где желания и обещания не были сдержаны. Мы их представляем в таком виде, где все обещания, которые были даны, они все сдержаны. Давайте дадим себе пару минут для того, чтобы представить это в нашем воображении. Представляете, как ваши родители сдержали вам обещания и дали вам то, что они обещали. Представьте, как ваши братья и сестры обещали что-то и дали вам. В общем, все ситуации, которые приходят на ум, все мы сейчас прорабатываем и превращаем в позитивную ситуацию, где все обещания были сдержаны. Хорошо, продолжаем дальше. Стучим по верхней точке. Я прощаю своих родителей. Я понимаю, что мои родители, может быть, выросли даже еще в худших семьях. Им было вечно еще больше, но даже элементарно не было дано. И, может быть, то, что родители нам дали, это они все, что могли дать на тот момент. Так что я благодарна за все. И даже за маленькую, там, я не знаю, носочек или там чего-то, маленькая брошка или что-то. Любое, что было дано моими родителями, я принимаю с огромной благодарностью. Я понимаю, что это практически все, что они могли дать на тот момент. То, что у них осталось для того, чтобы самим прожить. Так что я отпускаю все, прощаю своих родителей за нездержанные обещания. Я прощаю их родителей, моих бабушек и дедушек за то, что они не сдержали обещания своим детям, то есть моим родителям. Я прощаю всех, прощаю своих братьев и сестрер, друзей и подруг, всех, кто не сдержал когда-либо обещания, я всех прощаю. И самое главное, я прощаю себя за то, что я, может быть, когда-либо не сдержала свое обещание своим детям, своим родителям, своим друзьям, знакомым, своим сестрам, братьям. И самое главное, себе. Самое главное, себе. Так что мы учимся сейчас сдерживать обещания самой себе. Это очень важно. Потому что как мы к себе относимся, так мы и относимся к другим. И как мы к себе относимся, так и другие относятся к нам, потому что мы показываем пример, как к себе относиться. Хорошо. Хорошо. Сделайте глубокий вдох и выдох. Так, давайте еще подумаем. Ну, давайте теперь будем представлять ситуацию, где мы сдерживаем все обещания себе, и мы сдерживаем обещания всем. И детям, и кому угодно. Если мы даем обещания, мы стопроцентно это сдерживаем. Таким образом мы восстанавливаем справедливость, мы восстанавливаем прочный фундамент для своей собственной жизни и для жизни других людей. Пусть будет так. Еще раз вдох и выдох. Ну, надеюсь, вы чувствуете себя гораздо лучше, мои хорошие. С вами была Алина Лаветт. До следующей встречи.